Тысячи подростков в интернатах Украины не имеют возможности попасть в семью. Из специализированных учреждений выходят не готовыми ко взрослой жизни. 15-летний Богдан даже не знал, что будет делать по окончанию школы. Ситуацию изменила встреча с наставником. Как? Смотрите в сюжете. Аккуратно плечом упираешься. Добиваться поставленной цели не только в стрельбе, но и в жизни Богдан учит его наставник. Он мне дал такой совет, что если хочешь, то надо идти до конца. Не бросай это на полпути. Познакомились год назад и сразу нашли общий язык. Был очень похож на меня. В том плане, что точно такой же я был в его возрасте. Высокий, худенький, ищущий как чего-то. Это мой уже как бы сын, ну как бы так в кавычках. У Артёма есть своя семья. В решении помочь ребёнку из интерната поддержала жена. Она говорит, Артём, я всегда тебя поддержу, но ты должен понимать, что перед этим человеком будешь очень-очень в большой ответственности. Для Богдана знакомство с наставником стало настоящим чудом. До этого подросток испытывал одиночество и мечтал о друге. И мне захотелось, чтобы у меня был такой человек, с которым я могу общаться, с которым я могу влаживать свою душу. С другими людьми я так не могу. Богдан и его два брата уже пять лет живут в интернате. Наставник помог парню стать сильнее и уверенней. Появился у меня наставник, человек, с которым я могу общаться. Более он же со мной общается, и я как-то стал поскоромнее, ну лучше стал с ним. Встретили друг друга благодаря проекту наставничества фонда Рената Ахметова. В рамках программы «Сиротству нет». За год поддержку взрослого советника получили 43 воспитанника интернатов из Мариуполя и Святогорска. Я считаю, что Ренат Ахметов делает правильно, потому что каждому человеку нужны общения. Если бы у кого-то был наставник, каждый бы стал лучше. Главная задача проекта – научить детей, лишенных родительской опеки, тем навыкам, которые понадобятся им во взрослой жизни. Нужны не только те люди, которые находятся в школе, а нужны еще люди, которые могут показать что-то за школой. Научить чему-то за школой, показать, что мир не заканчивается забором школы. Сейчас Богдан готовится к важному этапу своей жизни – выпускным экзаменам. Хочет получить хорошее образование и создать крепкую семью. Верит, что с поддержкой Артема у него все получится. Инна Желенко, Ростислав Сысоев, Александр Ратушный для телеканала «Донбасс».